Итак, да, на прогулке Разминаем Если в рифму, так сказать Свои булки На прогулке Разминаю свои булки И прочие места Ладно, это как-нибудь продолжим А сейчас Продолжим тему очищения Вот я выпил так Грамм где-то, наверное 600 500, 600 Где-то так, правильно Яблочно-свекольного сока На свеклу не поскупился Свекольный сок очень сильный Особенно свежий И если у человека как-нибудь слабина есть Это сразу же будет Проявлено Особенно там бьет в голову Поэтому осторожненько надо быть Действует там на сердце и прочее, прочее, прочее То есть это получается Такое сильное, естественное лекарство Но Когда к нему человек приучен Она действует замечательно Вот что я Что я вообще заметил Так как я Очищался там В свое время Вот допустим был голод И Так как, куда же нам идти лучше Голод И я делал клизмы Вот что-то там Отходило Отквашивалось Отходило Постоянно То есть Если так вообще Без голода делать клизмы Они, конечно, там промоют Не без того Но там имеются такие Как бы отложения И Так прилипают Разные там Наши продукты питания Переваренные Или полупереваренные В толстом кишечнике Вот в этих карманах Что Довольно-таки трудно Это все Отквасить Вот Не такая эффективность Как хотелось бы Но Зато Когда мы Вот используем Вот такие вот Естественные Окислители Растворители Стимуляторы Типа Свежевыжатых соков То вот они Действуют Не то чтобы На эти отложения Нет Они именно Стимулируют Стенку Стенку кишечника Там допустим Сам желчный пузырь Стимулируют Вот эти все эти Желчные протоки И прочее Прочее И в результате Получается Такой Великолепный Отквашивающий Очищающий Эффект То есть Вот это все Отходит И вот смотрите Я вчера Принял Я видел Сколько Желчи вышло Знаете Желчи Такая Уже Застарелая Она С собой Напоминает Чуть ли Чуть ли не Пластилин Вот Такие вот Массы А сегодня Сок-то там остался И потихонечку Продолжал свое Дело Действие А сегодня Опять такое Ничего я там Не ел Не пил Там Просто Было Прослабление И так Знаете Радостно Стока Опять-таки Вышло Разного Рода Шелаков И шелочищ Ну Просто Вот Я почувствовал Как Весь там Кишечник Порадовался То Что ему Надо Дали Для того Чтобы он Смог Там От всякой Беки Каки Избавиться Отлично Отлично И Вот Можно Вести Очищение Свежевыжатыми Соками В некоторых Случах К ним Надо Привыкнуть В качестве Основы Берется Два Сока Ну Лично Я Вот Беру Это Либо Морковные И к нему Уже Добавляется Свекольный Либо Там Какой-то Либо Яблочные Что Проще Яблоки Кисло-сладкие В основном Можно Использовать Семеринку Я же Использовал Гольден Гольден Получается Ну Божественного Вкуса Напиток И плюс Он еще Обладает Видите Такими Прекрасными Очищающими Свойствами Стимулирующими Очищающими Плюс Что там Еще Содержится Вот Я в свое Время Когда Изучал За счет Чего Происходит Растворение Разного Рода В почках Там В желчном Пузыре И прочее Прочее И прочее Оказывается Важно Это Подать В организм Пигменты Пигменты Это такие Красящие Вещества В данном Случае У свеклы Это Как раз Вот этот Красноватый Цвет Вот этот Вот Эти Пигменты Вот эти Вещества Они Как правило В свежем Соке Заряжены Что Что за Заряд Ну Естественный Заряд Ну Как бы Сказать Проще Говорить Электричество Там Или еще Что-то Там Такое Ну Остановится На теме Электричества То есть В свежем Продукте Каждая Частица Мельчайшая Имеет Заряд Если Заряда Нет Она Выпадает В осадок И если Этот продукт Сварит Заряд Исчезает Это Тоже Все Выпадает В осадок Чтобы Так сказать Мы Разбирались В этом Деле Ну Я так Примерно Себе Объяснил Может Может Вы Как Нимать По Другому Объясните Так Вот Эти Частицы Заряжены Они Соприкасаются С поверхностью Каких То Там Допустим Камушков Конгломератов И Как Бы Начинает Их Растворять За счет Того Что Добавляя Заряд Вот Они Отрывают Эти Все Все Вещи То Есть Получается Такое Интересное Растворение Начиная С С Поверхности Этого Камушка Вот Я Я так Думаю Я так Думаю Ну Плюс Еще Вода Вода Структурированная Это Вам Это Вам Не что То Там Такое А Структурированная Вода Не Халды Балды И Получается Что Используя Регулярно Вот эти Вот Соки Мы С вами Добиваемся Эффекта Растворения Конгломератов Плюс Плюс Все это Еще Содержит Энергию Энергия Которая Содержится В продукте Она Также Действует То есть Потенциальчик Увеличивает Это Очень Даже Хорошо И Вот Этот Суммарный Эффект Который Я вот Так Вам Тщательно Объясняю На этом Как-то Никто Ничего Не зацикливается Да Вот Делает Такое Да и все А за счет Чего То есть Не понимая За счет Чего Человек Прекращает Это все Дело Делать Вроде Да Эффект Есть Ну и все А когда Человек Понимает Что Надо Ага Все это Дело Продолжить Чтоб Все это Было Вот Тут Кстати И можно Там Сделать Если Имеются Там Какие-то Там Отклонения В работе Желтого Пузыря Почек Можно Сделать Вот Эту Узю Музю И Применяя Свежевыжатые соки Далее Уже Контролирует То есть Тут Оно Все Как бы Сказать Одно К другому Прилаживается И И нормально Действует Вот Если На это Все следует Я В основном Ориентируюсь Ага Вот допустим Я принял Смотрите После действия Это у меня Значит Хорошенько Прослабило Так знаете Прослабило Как-то Не жестко Не 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 вот Как-то Болезнетворно А вот Естественно Вот Когда Знаете Человек Не может Там Что-то Там Сделать И Он Надрывается Ну там Допустим Поднять Какой-то Вес Я так уж На веса Все это Перекладываю А когда Ему добавили сил Он такой Опачки Легко Поднимает Ему приятно Ну просто Приятно И все Понимаете И вот Как раз Вот это Опорожнение Очищение Значит Желудочно-кишечного Тракта Всего Как раз Вот такое Было Ему было Приятно Проявить Свою силу И вот Это Все эти Нечистоты Выделить Из себя Но великолепно Я говорю Я очень доволен Понимаете Настроение Вот Вы чувствуете Настроение Вот оно Поднимается Настроение Энергетика Все эти Жалли же Не нужны Там Так Ну вот Я вам Рассказал Про это И смотрите Сок принял После действия На следующий день И если я Сейчас еще Сок Вот Такой Приму Это может быть Для организма Несколько Напряжно А Ему Приму Не сегодня А завтра То есть Своебразный Организм Надо давать Такую Передышечку Чтобы он Так Все это Дело Распределил Все эти Вещества Биологически Активные Вот мы Все Биодобавки Биодобавки Что за Биодобавки Когда они Само Вещество Хранится Там Допустим В этих же Капсулах Хранится Днями Я уж не буду Там Говорить Что оно Месяцами Хранится Оно Хранится Днями А Вот это Сохранение Говорит о том Что там Активного Нету Ничего Потому что Как только Что-то Будет Активное Оно Сразу же Испортится Просто Она Забродила Заквасилась Покрылась Там Плесень Или еще Там Чем-то Все Оно Испортилось Поэтому Получается Самообман Что вроде Ага Биологически Активная Там Добавка Ну правда Смотря Там Какая Добавка Ну В основной Своей Массе Это Все Все Одно Просто Название Биологически Активная Добавка А вот Тут А тут А вот Смотрите Как я ориентируюсь Забыл Мысль скачет Туда Сюда Надо Излагать Последовательно И правильно Вот Это Первое От того Что я Свежий сок Выпил Это было Прослабление Вышла Сначала Вот эта Вот Желчь На следующий День Значит Хорошенько Кищечник Сработал Все это Там Вышло Плюс Значит Действие Пошло И На Почки Появилась Небольшая Там Боль В правой Почке Плюс Изменился Цвет Мочи А если Вы Еще Так Сказать По Настоящему Любите Свой Организм И Работаете С ним То И Вкус Стал Совершенно Другой То есть Когда Растворяется Что-то То Моча Становится Горькая На вкус Это Особенно Хорошо Заметно Во время Голодания Вот Она Была Такая А потом По мере Голодания Растворение Разной Бяки Как Она Делается Ну Буквально Таки Как Кислота Которая При повторном Введении Еще Лучше Растворяет И очищает Ну Это Так К слову К слову Так Делюсь Своими Наработками Вот Значит Изменение Цвета Мочи Ее Состава Мочи Далее Значит Вот Внешне Эти вещи Как Прослабление В кишечнике И После Всего Этого Легкость И энергетика Указывает На что Что Дело Идет Вы Оздоравливаете Себя Приятно Понимаете Приятно И Такое Оздоровление Можно Сказать Дальше Хочется Продолжать Потому Для того Чтобы Сделать Клизму Это Надо С водой Произвести Определенные Манипуляции Повесить Саму Эту Грелку Кружку Эксмага Принять Колено На локтевую Позу Или Еще Там Какую Позу То Все Это Как Несколько Неестественно И напряжно Вот Я Применяю Сокотерапию Различные Комбинирую Соки Можно Добиться Очень Хороших Результатов Плюс Все Это Естественно Пошло По сосудам Чистить И Более Того Более Каждый Продукт Питания Свежий Продукт Питания Ну Допустим Огурец Морков Яблоко Свекла Там Сельдерей Петрушка Хрюшка Мушка И прочее 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 Это Все Живое Образование Живой Организм И Каждый Живой Организм Он Имеет Но не хочу Сказать Что свою Иммунную Там Систему Он Имеет Вещества Растворенные В его же Собственном Соке Находящиеся В клетках Которые Защищают Его От Розного Рода Там Бактерий Грибков И прочих Паразитов Если бы Этой защиты Не было Туже Свеклу Яблоко Вмиг Сожрали Бактерии Грибки И прочее Прочий Микромир Который Обитает Вокруг Нас А этого Нету Этого Нету До определенной Степени Когда Вот В свежем Продукте Сохраняются Вот эти Вот Будем говорить Вот эта Защита Сохраняется Поэтому Используя Соки Мы С вами И Поставляем В организм И вот Эти Вещества Защищающие Растения А естественно Когда мы Вольем В себя То мы И распределим По организму Там Стоком Крови И так далее Тем самым Мы защищаем Себя И с помощью Вот этой Защиты От растений Вот что И самое Интересное В результате Получается Такой Такой Интересный Эффект Взаимно Усиливающий От вареных Продуктов Этого Нету А вот От этих Продуктов Есть И Далее Что бы Вам сказать Вот Пищевая Цепочка Допустим Ну Человека Раз мы тут Люди Она была Существенно Нарушена Тем Что Смотрите Вот Вроде как Это В защиту Сыроедения Но Но Тут Надо Как бы Сказать С некоторыми Оговорками Говорить То есть Любой продукт Содержит Свои Защитные Там Силы Которые При поедании Встраиваются В организм Того Кто их Съел И Также Начинают Это Увеличивают Его Защиту От Разного Рода Грибков Бактерий Там Вирусов И Кручих Кручих То есть Вот Интересна Цепочка Укрепления Иммунитета Или Вообще Защитных Сил Организма Когда Мы С вами Что-то Варим Жарим Парим Или Делаем Какие-то Вообще Неестественные Продукты Типа Тортики Пирожные И все Там Такое То у нас Получается Что мы Лишаем Себя Вот Этой Защиты Мы Нарушаем Эту Всю Цепочку Естественно У нас Нету Той Мощи Защитной Которая Имеется У Диких Животных Поедают Травку Что там Они там Щиплют И они И зимой И летом Ходят Вот 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 По Природе Ну Естественно Болеют Там Ну Нету Такого Как у Людей Какого-то Повального То есть Все Животные Сильные Здоровые Если Знаете Условия Просто Нормальные Вот Животное Пасется Там В лесу Там Или Где-то Оно Очень Очень Устойчиво И Приспособлено Приспособлено За счет Того Что Поедает Эти Растения Которые Уже Приспособились К этому Климату Плюс Те Защитные Силы Которые Находятся В растении Противогрибков Бактерий Там И вирусов Они Тоже Передаются Животные И животное Получается Как бы Сказать Уже Собиратель В себе Концентратор Вот этих Всех сил И поэтому На такое Вот Жизнеспособное А когда Вот Человек Там Употребляет То Что ему Несвойственно Вообще Нету А наоборот Употребляет Субстраты На которых Развиваются Эти бактерии Какие Это Крахмалистый Субстрат Это Сахарный Субстрат Там Глюкоза Все это Сахарок Только раз То есть Сахар Не содержит Никаких Защитных Сил Крахмал Не содержит Никаких Защитных Сил Но он Зато Питательная Среда Там Допустим Там Ну и остальные Можно там Взять Бульвионы Мульвионы А вот Свежевыжатые Соки Или там Растения А они Как раз Несмотря на то Что у них Есть И крахмал И сахарок А они Содержат Вещества Которые Которые Еще Защищают Растения И Естественно Защищают И нас Если мы В таком виде Будем Употреблять Вот в чем Интересная Такая вещь Ну и Подводя Итог Нашей Бесседи Вот я Завтра Еще Приму Сачка Этого Значит К нему Конечно Надо Привыкнуть У кого Все это Показывают И вообще Знаете Вот Свежевыжатые Соки Особенно Такой Как Свекольный Он Является Прекрасным Индикатором Показывающим Какой У вас Потенциал Здоровья Если Вы Приняли Там Ну буквально Такую Столовую Ложку И вам Еще Вшибануло В голову Ну Слабо Ну и В любом Случше Это говорит О том Что Начинается Такое Мощное Очищение Добавление Энергетики Которые Вот так Действуют Как будто Это Вшибануло В голову Закружилось Даже Потянуло Нарвоту Потянуло Нарвоту Это говорит О том Что Началось Очищение Легочной Ткани Легких Легких Желудка Вот Далее Если Окрасилась Моча Свекольный Свет Это Говорит О том Что Почечная Ткань Уже У вас Почки Ослабли Ослабли И они Легко Пропускают Все Нужное Ненужное Все Как только Они Укрепятся Вы Выпьете Буквально Таки Пол Стакана Грамм Сто Сока Свеклы С Допустим С пол Литром Яблочного Сока И у вас Ничего Этого Не будет Ну И Вот Это Очищение Начинается Очищение Сначала Так Хорошенько Прочистилось А потом Все Меньше Меньше И Ничего Не будет Вот Вот Такие Это Вещи Да и Боли Где-то Там Боли Там Сям Смотрите Там Значит На мочу Смотрите На На боли Как Что И потихонечку Все Это Исчезает Значит Прошло Нужная Работа Как только Где-то Заболел Это Говорит О том Что Вот Именно Там Имеется Слабина И Начинается Нужная Работа Не Спеша Последовательно В некоторых Случах Допустим Пол Чайной Ложки Свекольного Сока На Стакан Яблочного Сока Свежего И Потихонечку Привыкаете Есть Допустим Уходи Уходи Там Больше Вещества Нежели Энергия Ну Ну и Они Они Действуют И Даже Есть Рекомендации Свеклу Отварить Для того Чтобы Вот Растворять Камушки Вот Этим Вот Отваром Свекольным То есть Свекла Вываривается Остается Отвар Юшка Вот Юшку Там Хранять И Попивая Там По Определенной Схеме И Вот Эти Вот Пигменты Они Начинают Потихоньку Не Спеша Растворять Разного Рода То Что Там У нас Образовалось Ну Вот Так Вот Как Ты Рассказал Чем Я Занимаюсь О Чем Там Думаю Ну И Так Далее Так Вот Что Я Еще Хочу Сказать О Питании А Вот Этой Пищевой Цепочке Соединяющей Вселенную С Человеком Причем Это будет Касаться Ну В основном Материального Организма Потому что Тонкие Поля Они Там И так Погружены Во Вселенную Так Вот В течение Эволюции Организм Любого Живого Существа И Включая Человека Был Приспособлен К питанию Определенной Пищей Под Эту Пищу Подстроился Вернее Подстроился Весь Организм Зубы Желудок Пищеварительная Система Кишечник И все там Такое Значит Чтоб Эта пища Удобно Поглощалась Переваривалась Комфортно И выделялась То есть Это все Было Обточено В течение Тысячелетий Плюс Эта же Пища Служила Материалом Для построения Организма Чтоб Организм Становился Единым Целым С той Средой В которой Он живет И естественно Чтоб Она еще Его И защищала Видите Сколько Так Интересных Вещей Из пищи Строится Тело Защищается Опять таки Организм Все Это пищеварение Нормально Работает Ни день Ничего Не задерживается И все Это Выделяется То есть Вот она Разумность Пищевой Цепочки А что Произошло В наше Время В наше Время В угоду Вкусам Сначала Вкусам Вот Появились Такие Продукты Которые И неудобно Есть И неудобно Переваривать Неудобно Выводить И из них И тело Строится Такое Ерундовское А что касается Защиты Наоборот Защита Снимается Подавляется И эта Пища Служит Рассадником Для Питания Микроорганизмов Паразитирующихся Внутри нас Вот Так сказать Рельефный Взгляд На цепочку Питания Что в ней Должно быть И что в ней Отсутствует И это Отсутствует Конечно Порождает Слабину Которая Начинает Так или иначе Проявляться Вот Я с вами Поделился Своими Мыслями Можете Что-нибудь Там написать По этому вопросу Что вы там Мыслите Вообще Думали Вот так Вот На эту тему А тут Белки Жиры Углеводы И Насколько Там Должно Все это Соответствовать И Такой вопрос Был Вот Никто Ничего Не сказал Насколько Питание Должно Быть Сбалансирован Сколько В неделю Надо Там Белка Сколько Там Еще Чего-то Еще Чего-то И так Далее Это Абсолютно Не должно Контролироваться Сознанием Человека Сознание Человека Это Вот Я там Смотрю Туда Сюда Думаю Рассуждаю Значит Анализаторы Показывают Что Еду По Дороге А Они Движутся Там К Обрыву То Есть Они Выполняют Совершенно Свою Задачу Что Касается Питания Правильного Питания Снабжения Всем Необходимым За Это Отвечают Совершенно Иные Системы А Именно Те Которые Сигнализируют Нам Вкусом Чувством Насыщения Удовлетворения Каких Нам Продуктов Не хватает Что мы Хотим И Вот Это Вот То есть Организм Такая Система Которая То Что Нужно Оно Хорошо Держит Не Просто Так Ему Знаете Надо Постоянно Загружать Вот Это Загрузил Там И Оно Там Выделилось И Надо По Новым Загружать Нет Если Этого Не Хватает То Организм Это Удерживает Использует Повторно А То Что В Обилии Он Это Все Легко И Просто Пополняет Новыми Порциями Пищи Поэтому На Эту Тему Вообще Задумываться Не Следует Просто Напросто Питание Должно Быть Сезонным То Что Нам Сезон Тот Или Иной Года Предоставляет В виде Продуктов Питания Вот Это Мы Едим И Вот Этой Сезонности Достаточно Для того Чтобы У нас Все Было Нужное Плюс Плюс Это Чувство Вкуса Нам Хочется Продуктов Такого Вкуса Энергетики Которые В первую очередь Энергетики Которые Не хватает В нашем Организме И Вот Мы Это Все Употребляем И Там Все Это Само Делается Без Нашего Участия Какая-то Там Система Вегетативная Что Ну Это Не Столько Вегетативная Это Несколько Иное Руководит И Тогда Будет То Что Надо Я Лично Так Действую Ага Что-то Там Захотелось И Раз Допустим Этого Съел Чувствую Какие-то Там Изменения В Организме Типа Судорог Появляется Опа Микроэлементами Загрузился В виде Вот Этих Вот Водорослей Чуки Или Этих Молотых Улиток Ракушек И Морской Капусты И Все Нормально До Следующего Раза Опять Подзагрузился И Пошел Поехал Водорослей Ручка Работает Отлично Оп Оп Могут же делать Уважаемые Уважаемые Посетители Канала Для вас Моя личная Библиотека Авторская По ссылке Которую я даю Под каждой Программой Вы можете Перейти В библиотеку И бесплатно Воспользоваться Моими книгами Будете знать Столько Сколько Знаю я Всего Наилучшего